Девочки, всем доброе утро, всем добрый день. Мне стыдно признаться, сколько сейчас времени? Половина двенадцатого. Представляете? Лёша повёл детей в сад, а я завела будильник на 9, на 9.30, ну на всякий случай на 10. И в общем, в общем. Я его потом выключила и продолжила спать. Девчонки, ну видимо вот эта тишина, гробовая, мне прям она очень понравилась. Причём я проснулась по диагонали, как раньше, когда Лёша вставала на работу, а я там ещё досыпала. Я спала по диагонали, вообще крутецкое состояние, просто вообще. Я, конечно, слышала, как они собирались, ещё они мне подходили, целовали, что-то я там говорила. Ну, это было, знаете, во сколько? В половину восьмого. Да, в половину восьмого. Я смотрела на время. Вот. И что ещё спала? Я сейчас сходила в душ, помыла с мочалкой, которая бирюзовая. Девочки, она как наждачка. Ну, мне очень понравилась, реально. Она такая антицеллюлитная, конкретно. Вообще здорово. Сейчас уже, наверное, я ещё потом стояла под душем, так немножко, мне жгло кожу. Я, правда, расход геля большой, потому что плохо пенится. Она достаточно большая, жёсткая. Ну, если бы там поролон был, то понятно, как губка, да? Ну, мне реально, девочки, очень понравилось. Каждый день нет. Кстати, лицо я не тёрла, её лицо красное. Каждый день нет. Вообще не вариант, потому что, ну, она сотрёт всю кожу. Но зато я думаю, что она у меня разобьёт вот этот горб. Потом, ну, вообще кожа прям гладкая-гладкая. А другой я ещё не пробовала. Другую она у меня, я её убрала под окном. Почему-то. Почему-то. Потому что она на кухне лежала. Вот. И что? Буду. Ну, вот завтра попробую ею. Не нравятся мне эти маленькие. Я не могу ими нормально мыться. А это прямо, знаете, она такая большая. Даже в руку не помещается. Ну, как бы надо приноровиться. Ну, к концу мытья своей, тихо, своего тела я, короче, приноровилась. Ладно. Брала куртку, чтобы она мне не раздражала глаза. Не мозолила, потому что раздражает. Вчера забрала детей из сада. Лёша не успевал, забрала детей. И мы со Алексеем сходили в магнит-косметик. Как раз встретились с Лёшей, Лёша Федю забрала. Слушайте, девочки, купила, значит, себе тоник. У меня такой уже был. Он мне очень нравится. Он мягкий. Он прямо мягкий. Он мне нравится. Эйвновский у меня закончился. А вот у меня привычка-то дурацкая. Я не добила ещё гримаму. Но я уже и не хочу ею пользоваться. Потому что у меня есть вот этот. И обычно даже если вот этот заканчивается вот так, я покупаю новый. И почему-то новым пользуюсь. Но сейчас я захотела этим. Сегодня вечером протру лицо этим. Но тут осталось на неделю, девочки. У него расход очень хороший. Но он жёсткий. Вот этот вот мягкий. Прям понравился. Потом, что я ещё купила. Давайте мы, знаете, что патчи нанесём. Попробовала эти патчи. Мне не понравились. Помните, я всё показывала из магнит-косметик. Ну, там, примерно такая же девушка в голубенькой упаковке. Вот эти не понравились. Во-первых, запах не моё. А во-вторых, они какие-то... Ну, суть одна и та же. Ткань одна и та же. Но мне они не понравились. Стоит примерно так же. Чуть подороже. Пропитка хорошая. Фу, они как в какой-то аптеке пахнут. Не травками, а... Ну, мне не нравится. Кроволом каким-то. Ну, раз уж купила, надо... Надо пользоваться. Потом я вчера, значит... Я же в ленте не купила. Мне нужна была ментилярная вода. Я хотела магнит-косметик посмотреть. В ленте, девочки, всё очень дорого. И по скидке, по всему. Я не знаю. Может, кто-то скажет, что не дорого? Я считаю, что дорого. Магнит-косметик-то дорого. А здесь тем более. Вот. Раньше мне в ленте нравилось. Не в ленте. У нас раньше бимар там был. Вот мне там нравилось. Сейчас нет. Потом. Я купила ментилярную воду, девочки. Вот такую. Классная. Не нужно даже... Вот у меня... Я специально сейчас здесь всё поставила, чтобы вам показать. Вот. Ну, это у меня здесь и стоит. Что это? Лосьон для снятия макияжа с глаз. Ментилярка лучше. Риска пошла. Писеть. Вот. Ментилярка лучше. Можешь попить. Вообще моментально снимает. Ну, и хорошо очищает. Она тоже мягкая. Ну, вот по сравнению с этим лосьоном гораздо лучше. Девочки, вот рекомендую. 200. 200 с копейками. Но я её вчера купила за 135. На неё была скидка. Просто. В магазине не было скидка. Акция какая-то была. 135. 400 мл объём. Вообще, ну, прям классная. Три в одном. Цветочная. Снимает макияж. Успокаивает. Смягчает. Выводит токсины. Для всех типов кожи. 100% натуральная основа. Розочка нарисована. Ну, по факту, девчонки, нет. Не роза она пахнет. Вы как знаете запах розы? Я его терпеть не могу. Нет, она хорошо пахнет. Ну, хорошо, как чистые линии пахнут. Да? Чистые линии. Чистая линия. Нормальная. Мне прям понравилась. Вот. Её рекомендую. Потом я купила себе опять вот такой крем. Вечер. Кожа у меня сейчас сухая. А мой тот вечер, короче, он уже... Я им руки мазала. Всё. Там осталось чуть-чуть. Думаю, нафиг. Прям мне уже неприятно пользоваться. Потому что жестяная вот эта вот упаковка металлическая. Он такой весь перековырнутый. И я вчера нанесла жирным слоем. Прям как маску. Знаете, как маску. И ходила часа три, наверное. Всё, что впиталось, впиталось. Потом салфеткой сняла от девочки. Сегодня с утра кожа такая прямо напитанная, увлажнённая. Блин, ну классно. Вот я прям тоже рекомендую. Аромат, может быть, не всем понравится. Но крем классный. Вот. А сейчас я буду пользоваться. Женщинево добивать и этот добивать. Хотела вчера купить. Но 29-го скидка будет. Думаю, ну и что? Копейка, рубль бережёт. А там сколько они стоят? Допустим, по-моему, вот это 69. Ну как-то вот такая цена, да? И думаю, ну 20 рублей я сэкономлю. Там 12-15, неважно. Пока надо вот это добивать и всё. Что ещё? А, чешки у меня здесь лежат. Мы долго Арсению не могли в скульптуру чешки купить. Девочки купили. Лёша ездил со Арсением, купил чешки. Померили, всё. Я привожу Арсения в сад. Мы обываем чешкиной в скульптуру. А он говорит, у меня они неудобные. Они у меня слетают. Они в объёме ему хорошо. То есть это его размер. Меньший размер не влез бы в объёме. А немножко великоватый. И вот он занимается в сандалиях. А я вчера, позавчера разговаривала с моей подписчицей. Ну, мы с ней общаемся. С Олей. Оля, тебе привет. Вот. У нас такие приятельские отношения с ней. Она тоже говорит. Я сыну... Я, говорит, еду с сыну чешки покупать. Я про чешки сказала вот эту ситуацию. Она говорит, положи туда ватку или что-то, ну, чтобы удобнее было. Я говорю, ну, точно. Вот я вчера забрала. За мальчишками я в сад ходила. Лёша не успела. Ну, вот. Я говорю, я ходила, но мы на перекрёстке встретились. Я ему позвонила. Говорю, ты где? Не хотелось с детьми тащиться в магнит-косметик. Ну, и не хотела прийти, потом одеваться и идти. А мне... А, и туалетную бумагу нужна была. Вот. Пришла, короче, ещё знаете, что купили? Зашли в магнит в обычный. Думала, что... Не купила в косметике туалетную бумагу. Думала, что в магните, может, по 100 рублей осталось. Угу. Хрен там. Но купила сосиски за 109 рублей. Приношу домой. Мне, значит, Лёша говорит, что такие дорогие сосиски купила? Я говорю, в смысле? Ну, не то, что что ты дорогие купила. Он говорит, ты же обычно их не покупаешь. А, я их обычно, говорит, не покупаю. На них скидки нет. Я говорю, 109 рублей они стоили 650 грамм. Он говорит, нет, и всё. Прямо доказывает мне. Я говорю, я потратила столько-то, столько-то. Мы стали вычитать. Я чек, говорю, проверила у кассы и выбросила. На эту молочный по-черкизовски или черкизовский молочный... Не суть. Сейчас, может быть, покажу. Я говорю, ты что, говорю, мне... Он мне нет. Он не допытывал меня, он просто удивился. Потому что я ему до этого говорила. Я говорю, да серьёзно, ну, прям серьёзно. На ценнике было 109 рублей, но пробили мне 114. Я говорю, ну, блин, ну да. Дорогие. Вот. Что ещё? Дел выше крыши, девочки. Как обычно, но делать на самом деле я не особо что-то хочу. Потому что... Ну, вот я переспала, вот, честно. Я переспала. И вот... Ну, у меня сейчас в компьютере очень много дел будет. Поэтому я сейчас так поверхностные дела сделаю. Вам кое-что покажу. И всё. Сегодня у меня будет такой лайтовый день. А что ещё? Ой, у нас такая погода как бы хорошая, красивая. Красивая. Мороз и солнце. День чудесный. Вот. И эти вот почти, кстати, ну, я говорю, не рекомендую. Ну, что ещё, девочки? Всё. Кожа у меня прям так... Ой, девочки, мне так нравится вообще. Вы просто не представляете. Спасибо всем за поздравления. Спасибо всем за приятные слова, за комплименты. Мне очень приятно. Я понимаю, что это... Блин, лезть какая-то где-то что-то... Ну, девчонки, ну, это мотивирует. Это поднимает настроение. А зачем там какой-то негатив писать? Там тебе худеть надо. Да я сама знаю, что мне надо. Логично же, правильно? Вот. Не хочешь ничего писать? Не пиши. А хотите написать? Пишите. Спасибо. Мне очень приятно. Спасибо вам большое. Я вчера на всё забила. Блин, мне жарко. Я вчера на всё забила и тупо отвечала всем на комментарии. И уже легла спать, когда уже всё, комментариев не было. Ну, сейчас я открыла. У меня в телефоне очень мало комментариев видно. Серьёзно. Ну, у меня программа не закачана. Я захожу на свой канал, я мало комментариев вижу. И они все вперемешку. А вот мне нужно с компьютера, тогда я всё по порядку буду. Так, кто-то что-то пишет. Валюша пишет. Валюш, тебе привет. Видео-дневник Тины, девочки. Подписываемся. Она классная. Она классная. Она сейчас раскрепощается. Она до этого была такая немножко... Такая типа правильная, немножко закрытая. Сейчас она раскрепощается. Она становится такой, какая она есть. Потому что, ну, блин. Она много чего хочет показать, рассказать, но за счёт того, что она, как сказать, сколана немножко. Не то, что она стесняется, а вот именно рамки там какие-то, да. Я даже не помню. То ли она мне сказала, то ли Ульяна сказала, что вот у неё... За границей за какие-то не может выйти. В общем, короче, я ей говорю выходить за границей. Она не какая-то там, там, пипец какая. Ну, долго слова подбирать. Вот, но она классная. Так что, короче говоря, сейчас я буду завтракать. Девочки, а на завтрак у меня будет вот такой вот чай. Первый раз его сейчас открыла. Грейпфрут с лимоном. Как я понимаю, он зелёный. В общем, вот такой чай. Сахар я уже положила. Мою новую чашку. Очень мне нравится чашка эта. Причём, знаете что? Почему я не выбрала ту другую чашку? Она мне тоже понравилась. Но мне у этой форма больше нравится. А та чашка, сейчас покажу. Она форма похожа на мою вот эту. Видите, она тоже вот так вот загнутая. Мне эта чашка тоже очень нравится. Просто поднадоела. И вот здесь немножечко отколот. По идее, её надо выкинуть, но я её на дачу отвезу. Не буду её выкидывать. Пить я из неё тоже больше не буду. Ну, и как бы. Я надеюсь, вот это прослужит мне долго. Верой и правдой. В общем, она такая гладкая, обтекаемая, хорошая. А там не надоело. Хотя мыть удобно. В общем, чаёк зелёненький. Пусть заваривается. И буду я его пить с тортиком, с остатками тортика. Девочки, не показала тортик в прошлый раз, потому что не включила камеру. Точнее, я показала. И детей даже немножко показала. А в итоге камеру не включила. Ну, значит, так надо было. Это графские развалины. Мы его очень любим. И его развалил Федя. Сегодня с утра он полез за ним. Представляете, с самого раннего утра. В общем, я его доем. Ну, потому что он уже, как бы, получается, третий день. Ему не нужно. А они придут, увидят, что его нет. Сейчас я его переверну. А хотя я не буду его переворачивать. Или переверну. В общем, я не знаю, переверну я его или не переверну, девочки. Мне очень нравятся вот эти вот коржи. Вообще, ой, начинка эта нравится, крем. В общем, он очень вкусный. Буду сейчас. А прямо отсюда даже тарелку пачкать не буду. Вот такой вот у меня вкусный-вкусный завтрак, девочки. Всем приятного аппетита. А еще смотрите, какая у нас погода солнечная. Вообще шикарно. Просто шикарно. Я вчера думала, что на улице очень-очень хорошо, потому что как раз в мой день рождения было тепло, но пасмурно. И я вчера такая пошла за мальчишками в сад вечером. Девочки, такой дубак, такой мороз, короче. День был красивый, такой же красивый, как сегодня. Но был такой дубак. А я еще без шапки такая вырядилась. Обратно я в капюшоне шла. Чуть ли не до носа застегнула его. Так что вот. Девочки, посмотрите, что у нас происходит. Я вчера вечером отвечала на комментарии. Спасибо большое всем за поздравления в очередной раз. Это не убрала. Ну, не сложила. Обычно я на ночь вот это все ровненько складываю. Цветочки стоят. Надо водичку поменять и добавить. А то там воды уже немного. Видите, было много. Белые ленточки, белая бумага. Все, как я люблю. Это мальчишки раздевались здесь с утра сегодня. Вот здесь вот так и... Ну, видимо, не убрали. Я, короче, сильно не контролировала, если честно. А это мне на Авито написали, попросили размеры. Померить полоку от груди, талии, бедер. Куртка постиранная. Причем я ее выложила не постиранную. Потом постирала сразу же. Вот. Нужно сложить одежду. А здесь я вчера вечером вешала детское белье. Ну, скажите мне, пожалуйста, у всех так, у кого есть мольберт, вот что-то лежит сверху. Я не понимаю вообще, каким образом оно здесь оказывается. Стоят мои рулонные шторы. Надеюсь, Леша сегодня мне их повесит. У нас, видите, солнышко такое. Причем, знаете что? Вот смотрите, вот шторы занавешены, и как бы через него все равно просвечивает. Ну, хотя бы как-то они скрывают, ну, видимость. Но, видите, просвечивает. Но я так не хочу их занавешивать. Я хочу, чтобы они висели по бокам. Так что вот, девочки. Ай, хочу вам, знаете, что показать. Ну, мне так стыдно, если честно. Очень стыдно. Но я вам покажу. Смотрите. Наши стены. А потому что летом у нас темно. Вот когда листья. Блин. Как показать-то? Видите? Это мальчишки что-то здесь разливали. Я не знаю, чай, не чай. Ну, то есть, это не какашки, ничего. Видите? Я все тут хотела отмыть. Думаю, надо отмыть. В общем, когда мы светильники купили, свет включили нормальный, и я просто вообще в шоке, девочки. А потом я подумала, у нас есть кусок обоев, и, наверное, лучше будет, чтобы мне Леша здесь переклеил. Это отодрал. Вот оно как раз по телевизору. Вот телевизор. По телевизору как раз вот нужно отрезать. Видно не будет, потому что он делает так, что видно не будет. Вот, сейчас покажу. У нас вот здесь вот ириска лазит в шкаф, в шкаф-купе. Дверь сама приоткрывает и лазит. И вот с этого пуфика она прыгает, и у нас здесь такая дыра как-то тут образовалась. Ну, сначала чуть-чуть обои были порваны, она отталкивается. И, слушайте, Леша здесь все приклеила. Вообще не найти. Ну, просто вообще не найти, в каком месте. И даже я тут искала, искала, а вот опять уже начинает сорваться. Видите? Ну, это уже спустя долгое время. Поэтому я думаю, что он все-таки сделает мне и под телевизором будет все хорошо. Вы посмотрите, девочки. Это затирали. То есть кто-то что-то испачкал. Это мел, который от Мольберта вот они рисовали, потом, может быть, здесь рисовали, потом влажными салфетками затирали. Обои, в принципе, ну, как бы моющиеся, не знаю. Ой, блин, кошмар вообще, девчонки. Да, стыдно. Ну, а что? Да. И полы еще скрипят. Прям бесит. А летом не скрипят. Вот зимой рассыхаются и скрипят. Понимаете? Вот, девочка, сняла полотенце. Хотела вам показать. Какая я красотка. Волосы колом стоят. Все. Но они еще покороче стали. Сейчас расчешу. Укладывать ничего не буду. Потому что я, если я пойду за мальчишками, Леша еще не в курсе. Ну, во сколько придет. Он часа в четыре мне только позвонит, скажет. Если я пойду за мальчишками, я пойду в шапки. Как я вчера без шапки ходила. Правда, я обратно шла в капюшоне. Вот так. Вот. Нужно будет это. Ой, как темно. Ну, в общем, сейчас прям две минутки они у меня подсохнут. За две минуты они у меня высохнут, потому что их тут немного. И я расчешусь. Кричала, сейчас расчесать. Ладно. Я еще не экспериментировала. Я еще не пробовала голову по сомилированию мыть после этого. Вот. Красотка. Так, конечно, красотка, девчонки. Так что вот. Не стала дожидаться, когда они у меня высохнут. Ну, девочки, знаете что? Ну, конечно, вот они желтоватые, но они пока сырые. Но они не белые в общей сложности. Это ладно. Я к чему говорю, что Жанна мне чуть пореже сделала челку, а в итоге-то вот эти вот, которые густые от челки были, они же тоже короткие. Я сейчас и не найду, где челка. Вот у меня вообще, что касается волос, меня это раздражает. Не из-за того, что у меня такие волосы, а вообще я не люблю там заплетать что-то там кому-то. Вообще я не люблю, когда трогают мои волосы. Ну, нет, смотри, кто трогает, и смотри, как трогает. Кстати, у Жанны очень легкая рука. Очень. В плане того, расчесывала она аккуратно, стригла аккуратно, мне больно нигде не было. А девчонки некоторые стригут так, что у меня аж прямо... А у меня же очень низкий, высокий болевой порог. Какой он у меня там? Ну, короче, я боль. Боль мне. Всегда мне везде больно. И сейчас я мочалка затерлась, мне было, поначалу было очень больно. А вот у меня так втянулось. Живот втянул. Зато удобно спину прямо тереть. Она вот такая, девочки. Ну, блин, не метр, а сантиметров восемьдесят. Классная вообще мочалка. Ладно, сейчас посмотрим, сейчас она подсохнет, что будет. Не буду я феном сушить. Не хочу. Люди уже скоро с работы пойдут. А я еще только, блин, проснулась. Все, девочки, прибралась я немножко. Чисто символически. Сейчас мы с вами водичку поменяем в цветочках. Ой, прям не могу. И, наверное, я их поставлю на аквариум. Видео я тоже сняла. Солнышко у нас уже заходит. Потому что уже вечереет, девочки. Оксана тут еле раскачалась. Обычно я сюда цветочки ставлю в кухню. Но здесь у меня, короче, вечный завал на столе. Потому что я много работаю. Ну, серьезно, девчонки, я много работаю. У меня по работе, по моей основной, дофига работы. Так что можно было бы здесь поставить. Но они, когда поменьше будут, я сейчас их срежу. Когда они будут поменьше, я их сюда поставлю. Буду любоваться здесь. И, наверное, на аквариум все-таки поставлю. Девочки, приготовила печень. Буду на ужин делать печень. Буду снимать экономное меню. Суп я сварила вчера. До этого я готовила как? Первое, второе завтрак в один день. И второй завтрак на следующий день. Но сейчас мальчишки в саду. Ну, как бы, ну, вообще несерьезно получается. Тогда вы просите экономное меню. Ну, раз в месяц, может быть, и можно. Вот буду печень делать. И знаете, что у меня случилось? У меня ручка сломалась. Сила есть, ума не надо. Вот. И нам надо, знаете, что с вами вон там разобраться. У меня все стаканы верхние. Мы нередко пользуемся в жиру. Я хочу в какой-нибудь контейнер их сложить. Здесь посуда вся чистая. Вот эти вот две тарелки большие надо убрать. Из меня рождения мы ели. Здесь мальчика тарелки. Мальчика тарелки стоят. Мальчиков. И вот здесь вот завал, девчонки. Там что там, пыль? Большая нож у нас здесь лежит. Потому что никуда не помещается. В общем, ни разу не пользовалась той штукой, которую купила сито. Ну да, сито-кружка для просеивания. И видите, какая у нас известь. Я ж тарелки ряд переставила. Сюда, ну, на верхнюю полку. А чашки сюда. Гораздо удобней. Но посуду я не вытираю. По идее бы надо, но не вытираю. И в общем, у меня сломалась ручка. Сейчас у меня 12 лет не ломалась, девочки. 12 лет моей кухне. Хе-хе-хе. Это пластиковая ручка. В общем, в итоге сломалась. И фасад. Посмотрите. Посмотрите. На следующей неделе, перед Новым годом, все нам с вами помыть. Вытяжка у меня достаточно чистая, в принципе. Ну, в принципе. Там краски лежат. Я даже сама не вижу капли ирискины, спички. Вот. Ну, вот такая вот. Ну, тоже бы не мешала. Ну, помоем потом как-нибудь. Я ее периодически мою. Периодически. По мере загрязнения, девочки. Ай, у меня губка. Представляете, губки закончились. И я посуду мыла на днях. Вчера купила только вот эти вот губки. Ну, уж сейчас пока она в нормальном состоянии. Вот буду я ее раковину мыть. Вот такой вот. Когда-то давно покупала. И вот нашла у себя. Потому что губок не было. И, в общем, никак у меня эта пеленка не закончится. Она же большая. Она прямо такая метр на метр. Я все от нее отрываю, отрываю. В общем, сейчас мы с вами поменяем водичку. Все, солнышко зашло. Прямо так хорошо становится. Уже не жарко. А то и от солнца жарко, девочки. Это я приготовила окно мыть. Шкаф купе натирала вчера. Ирина, чего ты хочешь? Где ты вообще? Ходит, а скребет. Где скребет, не понимаю. Как меня эти ящики девочки достали? Вы просто не представляете. Так, давайте цветочки с вами подрежем. Я, кстати, их тоже подрезала, когда мне их курьер привез. Потому что образуется воздушная пробка буквально в течение минуты, двух, трех. Ну, как-то я уже не помню. Надо, чтобы они дольше стояли, подрезать. И опять сразу, ну, потом в воду ставить. Этой воздушной пробки не было. Сейчас подрежу прям совсем чуть-чуть, пока упаковку эту снимать не буду. Это, кстати, знаете что? А, нет, бумага упаковочная. Я думала, спандбонд. Ну, этот. Укрывной материал. По диагонали режу их. Ну, все, прям на полтора сантиметрика. Ой, так я люблю. Я подружке близкой своей, Оксане, как-то на день рождения тоже дарила такие вот ромашки. Ну, без вот таких вот, это, забыла, как называется. Или тоже хоризонтема, кстати. Да, наверное, тоже хоризонтема. Ой, прям красиво. Да? Красивенькая. Высохли у меня волосы естественным путем. Ну, блин, ну, конечно, не так. Ну, кстати, мне Жанна, она их не вытягивала, вот как, знаете, обычно вытягивают. А она вообще вниз их опускала. И как бы объема как такового и не было. Вот эти вот они у меня сами потом загнулись от куртки. Ну, от того, что у меня тут воротник был и все такое. Вот, подружке дарила. А она любит красный цвет. И, в общем, я подарила вот эти вот ромашки в красной упаковке. Вот примерно вот такой. И небольшой букетик. Сама обрезала, короче, коротенький делала. Что-то она не оценила. Но она такая, она... Ну, у нас немножечко с ней вкусы разные. Мне нравится одно, мне нравится без упаковки или так вот что-то такое лаконичное, простое. А ей нравится больше пышности всякой разной. Поэтому... А один раз тоже к другой подружке Арсения Крестной ходила. В общем, выбрала цветы. Я всегда выбираю как для себя. Вот какие я бы себе хотела. Вообще, по идее, можно... Ну, сейчас-то я уже знаю, как кому надо. Но если я никогда до этого не дарила, то выбираю как для себя. И тоже я такую красивую упаковку в виде газеты. На французском языке что-то было написано. Ну, по сути, как газета сделала. И, в общем, короче, в принципе, они должны были стоять реально в упаковке. Реально. Потому что без упаковки они, ну, не смотрелись особо. Там букет был не особо такой шикарный, но был красивый он. Не помню, какие цветы, не помню. И я пришла, и она сразу же взяла и сразу эту упаковку порвала, короче. Ну, все, я поняла. Главное, что я поняла, что так не надо делать. Вот. Воздушная пробка, девочки. Я тут, короче, говорю, говорю. Сейчас буду воду наливать 50 на 50. Вазу сполосну. 50 отстойный, 50 холодный. А то, мне кажется, шок у них будет, блин, прямо не надо, нежелательно. Отстойная у меня стоит вот здесь, вот в бутылках. Это для цветов. Сейчас я налью. Ой, надо со следующей недели, девочки, нам с вами прямо заводить марафет. Потому что это уже не дело. Вот так вот получается. Я переверну. Веревочки, не веревочки. По идее, можно было в поменьшую вазочку, но пока не буду. Потом все переставлю. Вот завтра они у меня еще будут обрезаться. Вот. Некоторые уже подвяли. Видно, не видно? Ну, там. Жарко. У нас очень жарко, девчонки. И вот эти вот тоже. Я, кстати, режу на доске. Девочки, мне, конечно, очень стыдно признаться. Но я вот эту доску не выбросила. А почему? Потому что она у меня такая ходовая. Я на ней ножи точу. Вот сейчас цветы режу. Что-то ставлю горячее. Мне бы ее выбросить, да. Я на ней не готовлю, но вот сейчас бы мне надо было резать. Мне было жалко бы те доски. И эти тоже огромные были. Я на 20 сантиметров их обрезала. Короче. Чуть-чуть прям тоже. На сантиметрах. Ну, это что решила? Тяжело не отрезается. Веревку уберу. Ленточку эту. И по одному отрежу и поставлю в лоб. Красиво, да? А пахнут как они хорошо. Ну, мне нравится прям как хоризонтема. Я говорю, мне герой нравится, как пахнет. Сразу наливаю воды. Девочки, кому не ответила еще на комментарии, на поздравления, ВКонтакте, не обижайтесь, все отвечу. Потому что у меня еще 69 неотвеченных комментариев. Было, не наврать бы, 190 с чем-то. Так что всем спасибо большое. Потихоньку сейчас отвечу. А то это много времени не занимает. Мне же еще прочитать надо. Кто-то песенки присылает мультяшные там. Допустим, зайчик поет. Днём рождения тебя. Так прикольно. Я вчера сейчас ночью слушала. И это. Оттанцовывала. Понимаете? Вот тоже подвяла головка. Видите, завтра, наверное, не мухана будет. Ой. Балкона нет. Так бы на ночь. Ну, или, блин, возле балкона хотя бы ставить. Так что не обижайтесь, пожалуйста. Кстати, если, допустим, будем расслабляться, убираться, что-то мыть, ну, там, целую неделю нормально будет. Не просто влоги, а вот именно вот в таком формате видео. Будете смотреть? Будете мотивироваться? Я вас мотивирую. Потому что реально. Ну, мне некогда заниматься чем-то. Но делать надо. Уборку надо делать. А я так сама себя смотивирую. Если скажете, что будете смотреть, я быстрее начну убираться. Ой, так скорее бы эту детскую сделать. Мы так и никак не можем ведь отвезти кровать в этот. Куда? На дальше. Ой, смотрите, как жалко. Может, я сейчас, кстати, если другого не будет такого же, я выброшу, потому что 15-ти. Я не хочу, чтобы у меня 14-ти стояло. Тоже, видите? Хотя они все свежие были. Ну, ладно. У меня у подружки сегодня день рождения. Девочки, я не поздравила. Я проспала. Блин, надо срочно поздравить. Она меня не смотрит. Поэтому я здесь ее не поздравляю. Она не смотрит. Ну, потому что ей некогда. И, в принципе, она YouTube не смотрит. Это как у меня подружка Вера тоже. Говорит. Я говорю, да я влог выгружаю, допустим. Я говорю, пока некогда. Она мне звонит, допустим, поболтать или чего-то. Ну, не то, чтобы прямо сидеть и болтать. Она что-то там снимала. Я говорю, Вера, посмотри. Ну, ты же скажи в двух словах. Я говорю, Вера, отстань. Вот, наверное, вот это тоже не буду ставить. Блин, девочки. Ну, этот вроде крепенький. Может, ему воды не хватало? Сейчас попробую. Вообще, можно в холодильник ставить на ночь цветы. Ну, куда я их поставлю? Пока никуда. Ну, в общем, вот такая красота получилась. Единственное, что мне надо было задние цветочки делать подлиннее, а эти покороче. И было бы все видно. У меня получилось, в общем, вот так. Ну, ладно, чего. Как получилось, так и получилось. Ну, что? На этой ноте, наверное, я буду с вами прощаться. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что скоротали со мной время. Я вас люблю. И всем пока. Пока. Мне, девочки, хотела показать. Вот поставила вот этот букетик вот сюда. Что у меня там? Упал лепесток, да? Не заметила. И вон туда поставила. И так красиво получается, да? Скажите, красиво. Очень красиво. Ульянушка, спасибо тебе, дорогая. Красиво. А у меня есть одна фотография. Я не знаю, правда, где она. У меня очень много цветов. Весь пол был в цветах. И, любимый муж, спасибо тоже тебе. Еще вот так вот. А издалека... Блин, не показывают бы эти ящики. Вот так. И вот так. И вот так. Пока, Ирис. Ирис. Волкодав ты мой маленький. Волкодав. Нельзя тебя гладить, да? Вот когда сама захочет, тогда, пожалуйста, прямо не отходит. А так, нельзя гладить мою девчулю. Сейчас мне за руку как сапнет. Ирис. Ирис. А! Все, ладно. Пока! Скажи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok